доброго времени суток канал понимажу продолжает освещать вопросы касаемо выращивания грибов продолжаем вот эту публикацию или даже набор публикаций которая посвящена тому что попробуем развеять все бесполезные советы которые именуются как полезные советы и широко представлены в интернете стараемся проанализировать все материалы ну все материалы мы не можем прогнозе какую-то часть материалов которые поступили в плане вот какой-то информации к нам мы стараемся мы с вами да я вам читаю и мы вместе анализируем и рассматриваем те вопросы которые касаются посадки грибов в разных условиях в разных способах которые могут использовать люди значит предыдущих публикаций мы рассмотрели некоторые вопросы и сейчас рассматриваем вопрос выращивания это способ такой есть выращивание грибов в лунках знать чит эта публикация происходит на основе анализа материала предоставленного производителем вот такого колотого зерна в пакетике при посадке в лаборатории из этого зерна выросли дрожжи и плесень которая растет на хлебе и в других ненужных местах производитель предлагал садить содержимое эту плесень на плантациях в лунках выращивать в котловане даже так в лунках значит предлагается выращивать следующие грибы или так скажем так как вырастить как вырастить волнушку белую говорушку гигантскую козляка а да я забыл пионера включить поехали сейчас мы будем выращивать белую волнушку говорушку гигантскую козляк лисичку обыкновенную лисичку серую подберезовик польский гриб рыжик настоящий и немного немало трюфель белый и трюфель черный ну я подделаю вам такой совет если вы собираетесь выращивать вот эти все грибы за 35 гривен покупаете семена то не думаю что вот будете уже так мелко там чего начинать там польский гриб там подберезовик там у себя там при усаденном хозяйстве серую лисичку вот серая лучше уже желтую если уже серую а можно обыкновенную да я думаю что вы лучше остановитесь сразу на трюфелях зачем вам там да такие неказистые грибы вырастите себе белый и черный труфель потом не спешите его собирать дождитесь нормального размера он на аукционе может стоить там сотни тысяч даже долларов и продадите и будет вам счастье ну скажем так и читать такую информацию без иронии сарказма по меньшей мере трудно просто ну даже даже труда с какого места или с какого вопроса начать относительно выращивания белого трюфеля и черного трюфеля сразу скажу что лично у меня информации более-менее содержателем способе таких грибов нету нету по какой причине не потому что как козьмы прудкова есть такое прекрасное выражение некоторые явления кажутся нам непонятными не потому что наши понятия слабы а потому что эти явления не входят в круг наших понятий ну вот выращивание трюфеля белого и трюфеля черного в круг моих понятий не входит потому что наблюдая за тем что на витринах на прилавках магазинов часто появляются шампиньоны последнее время появляется вешенка последнее время появляются елинги или королевская вешенка можно сделать вывод что применяя определенные технологии можно эти культивировать можно их реализовывать на них есть определенный сбыт и это работает значит если это работает у других людей значит это может работать у меня но отсутствие на прилавках магазинов доступных и дешевых трюфелей и белых и черных польских грибов рыжиков настоящих подберезовых и всего остального говорит о следующем что культивация этих грибов просто-напросто невозможно если бы это было по-другому то ситуация была бы на прилавках тоже другая и так вот сопи антисатис умному хватит наверное что дальше тут идет публикация я не знаю стоит ли цитировать какой-то ну вот там выкапывают лунки диаметром глубиной до оголение корней нанесет сколы чтобы не сильно травмировать дерево обильно обильного увлажнения половину кладу в грудь высоким содержанием торфа перемешаны с опавшими листьями трухой или корой древесина я так вкратце вкратце я процитирую вот это все так трухой корой древесины конским навозом поверх первого слой компоста равномерно наносим мицелли 1 и 3 пакетика 1 и 3 пакетика одну третью вот это вот три лунки можно засеять да три лунки в пакетике содержится вот две чашечки в них содержится триходерма пенициллин дрожжевые грибы колотая пшеница мы это все наносим ну и естественно они маркированы каждый там по-разному там вот такие наклеечки вот тут наклеили там вешенка королевская там на другую наклеили что там вот наклеили польский гриб вот труфель белый черный все можно вот дальше цитируем после посадки увлажняем капельным способом ну да 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 подкормка виде раствора сахара 50 грамм на 10 литров воды в дальнейшем следим чтобы почта следим никуда не уходите с участка обязательно там оставайтесь и следите следите внимательно как часто не написали или нужно ли ночью вообще следить за этим местом как это все произрастает думаю что нужно понимаете вы посеяли труфели труфеля да труфеля вот такие а вы ночью не проследили а кто-то пришел лунку взял выкопал и украл у вас труфель вот так вот так что следите очень внимательно и особенно ночью так думаю можно даже какую-то собаку применить для слежения или охрану если если труфеля да тут наверно вооруженная охрана нужна будет серьезное производство труфеля все таки так но так следите чтобы почва на участке не пересыхала вот если пересыхает почва сразу берите доносите там увлажняйте ее так пробуйте пробуйте обязательно насколько она пересохла или нет и еще на глубине тоже это важно на зиму плантацию нужно перенести в другой но это я уже утрирую на зиму плантацию можно укрыть опас можно укрыть а можно не укрыть она сама принципе укроется потому что мы по дереву это все делали то листвой она само собой как-то укроется ну добавьте туда листвы ну из другого участка туда переместите где труфеля или соломой ну вот солома тоже посадку в лунке следует проводить весной или осенью не позднее середины сентября при благоприятных условиях осенью весенний посель или летом следующего года осенний посель я я просто это читаю и не задумываюсь это полнейший бред и просто так есть информация обещал что будем анализировать анализируем я под деревом появятся первые грибы и искусственно посеянная грибница плодоносе 35 лет все 35 лет от плодоносила и исчезла все нужно снова лунки